Ленин находится в разливе аж со Сталином. Это картина Розина Петра, Ленин и Сталин в разливе. Почему-то в этой картине есть еще мальчик, но кто этот мальчик? А, вот кто был этот мальчик. Брежнев, естественно. Естественно, это был Леонид Ильич. Ему было как раз 11 лет. И вполне естественно, что сын рабочего Ильи Яковлевича Брежнева был послан большевистской организацией. Да, ну значит, уважаемые коллеги, мы продолжаем, значит, историю ВКПВ. Сегодня у нас на очереди, хронологически мы двигаемся, сегодня у нас на очереди, значит, события июля-августа, может быть, сентября, если удастся. Ну, скорее июля-август 17-го года событий. В это время, в 17-м году, каждый месяц был, конечно, набит событиями по самой завязке. Невероятно много. Значит, и вот сегодня речь пойдет всего-то за два месяца про июльское выступление против временного правительства. Отдельный вопрос, насколько оно было организовано большевиками или неорганизовано большевиками. Вот, июльское выступление, затем шестой съезд РСДРП, то есть большевиков, не РСДРП вообще, РСДРП в скобках Б. Ну, вот, компания против Ленина и Зиновьева по обвинению их в шпионаже, в пломбированный вагон и так далее. Бегство, значит, Ленина, который не захотел являться на суд и не захотел являться к следователю. Бегство Ленина и Зиновьева, как всем известно, в разлив. Ну, вот такие основные события, о которых мы поговорим. Если удастся... Шестой съезд еще. Я и говорю, шестой съезд. Только что сказал. Шестой съезд РСДРП в скобках Б. Вот, значит, в отсутствии Ленина и, значит, бегство Ленина и Зиновьева в разлив. Это если удастся, значит, об этом. А если время позволит, то немножко и о последующем. А последующее – это государственное совещание, которое было в Москве, и так называемый Корниловский мятеж. Но едва ли мы сегодня успеем это делать. Значит, работа будет построена так, что в основном будет говорить Ибрагем. Он больше к теме. Я буду по мере сил сфуфлировать. Ну, и скажу вот вводное, может быть, еще заключительное слово. Значит, вводное слово, которое я хочу сказать, оно вот о чем. Напомнить просто... Напомнить исходное... Краткое содержание предыдущей серии. Исходное, значит, положение, о котором идет речь. Первое. И самое главное. Продолжается свободное падение вниз всей системы управления страной, и в том числе и временного правительства. Ни одну проблему оно решить толком не может. Значит, окраины все сильнее и сильнее требуют всяких невозможных вещей, то есть отделения. Все сильнее и сильнее сепаратисты. Непосредственным толчком вот к предыдущему политическому кризису было заявление Украинской Рады. Фактически они... Это Украинская Рада, которую, кстати, никто не выбирал. Сама себе Рада. Никаких, естественно, выборов быть не могло. Вот. Украинская Рада в Киеве, она находилась. Она, значит, фактически требует отделения Украины. Ну, кое-как удалось Временному правительству это дело залатать. Вопрос, конечно, не решен, но какой-то гнилой компромисс нашли. Значит, местные сепаратисты, с которыми никакого сладу нет, это раз. Крестьяне, которые как хотят захватывают помещичью собственность, а если не захватывают, то не делают этого исключительно в силу какой-то инерции законопослушания, но вовсе не потому, что они не хотят этого делать, считают это ненужным, невозможным. Ну, вот, значит, помещики в огромном массе удирают из своих имений, те, которые в них жили, потому что мало кто хочет, чтобы их убили и сожгли вместе с их барахлом. То есть, аграрная революция по факту идет. Хотя никакого декрета о земле, конечно, нет. И формально земля по-прежнему является собственностью помещиков, но отстоять эту собственность они не в состоянии. Ну, это основная часть преступлений против собственности, но, с другой стороны, в городах, конечно, преступность достигла такого уровня, которого может достичь преступность, когда полиция бездействует. Смертная казнь отменена, полиция вся вроде бы на месте, уголовная полиция, но, опять же, чтобы вас убивали, никому неинтересно. Полиция, милиция, которой нет тоже. То есть, полиция распущена как часть старого порядка, а милиция, она есть, но ее нету, она тоже такая полубандитская там, где она есть. А разве старые полицейские чиновники МВД их выгнали? Они не остались сразу на работе? Ну, кого как. Жандармов точно всех полубандит. Ну, жандармов понятно, а МВД это, департамент полиции. Ну, хаотическое состояние. Хаотическое состояние. Некоторое представление об этом может быть у тех, кто помнит 91-92 год. Но, естественно, что в 17-м году развал был гораздо больше. Потому что в 91-м, 92-м хоть какая-то власть была. А в 17-м власть просто осыпается. Она не может рухнуть в такой большой стране в один день. И она просто свободно падает. Пазл рассыпается. Но ему нужно какое-то время на то, чтобы рассыпать. Значит, аналогично экономическая ситуация соответствующая. То есть, рабочие требуют невозможных вещей. Повышение зарплаты там в 2-3 раза. Значит, капиталисты на это отвечают локаутами. Но понятно, что при этом производство продолжает, свободно осыпается. Но, что характерно, некоторые предприниматели при этом имеют какие-то баснословные прибыли. Видимо, просто потому, что цены растут, галлопирующие. Хотя гиперинфляции в этот момент в России не было. И, насколько я понимаю, рубль к концу власти Временного правительства обесценился по сравнению с рублем 2016 года в 2-3 раза. Но отнюдь не в десятки раз. И даже по сравнению с золотым царским рублем 2014 года он обесценился меньше, чем в 10 раз. Что, вообще говоря, удивительно при таком, значит, развале. Вот. Ну и самая главная, естественно, проблема – это проблема войны. которая формально продолжается, фактически боевых действий нет. Но формально она продолжается. Катастрофа с войной – вот в чем заключается. Совершенно открыто все левые партии, ораторы, газеты и так далее ругают войну с утра до вечера. Война захватническая, война империалистическая, война за Дарданеллы. Это слово, которое никто не понимал, вызывает, естественно, ненависть у солдат. При этом смертная казнь на фронте была отменена, значит, в феврале 17-го года. И, по-моему, несмотря на требования Корнилова, ее так и не ввели. Там будет сложная история, давайте, как мы к Корнилова перейдем. Хорошо. Короче говоря, до июня, по крайней мере, до июня 17-го года, смертная казнь на фронте отменена. Значит, понимаете, правительство можно назвать временным, хотя это очень глупо. Как будто бывает правительство невременное. И название это провокационное, оно уже обесценивает правительство. Но его можно назвать временным. Ну, как, допустим, вот вы идете в ЗАГС и заключаете брак, и в нем написано «временный муж», «временная жена». Но это справедливо, потому что, естественно, это на какое-то время, но хотя бы до вашей смерти. Бесконечных мужей и жен не бывает. Но если вы исходно назвали своего мужа или свою жену временными, то легко понять, как вы к ним будете относиться. Поэтому «временное правительство» – это очень глупое название, но оно имеет хоть какой-то смысл. А вот «временная война» – это уже в голове человека не укладывается. Так же, как в голове человека не может уложиться понятие «временная смерть». Вот мы воюем до тех пор, пока не будет заключен мир. Ну, на это солдат резонно отвечает. А убьют меня тоже до того момента, пока будет заключен мир. А потом я воскресну. То есть, воевать, когда война не является абсолютной ценностью, война, армия, государство и так далее, не являются абсолютной и непреложной, и нерасчленимой ценностью, воевать невозможно. Нельзя воевать, если одновременно солдату объясняют, что война дурацкая, начата по дурацкому поводу, с дурацкими целями, и мы ведем войну, и ты погибнешь, просто по недоразумению. Так воевать нельзя. А воевать-то надо. Армию-то не распустили. И вот это, собственно, главная проблема страны. В ней в концентрированном виде собраны все остальные проблемы. И собственности, и несоблюдение законов, и так далее. И с этой неразрешимой проблемой правительство ничего сделать не может. Оно не может объявить войну второй раз опять в Великой Отечественной. Как известно, в 14-м году войну объявили Великой Отечественной войной. Так вот, ее нельзя объявить Великой Отечественной. Нельзя сказать, что вы воюете за Бога, царя и Отечества. Невозможно. Нельзя подкрепить это воинской дисциплиной, то есть расстрелами за невыполнение приказа. Ничего этого сделать нельзя. Но и прекратить войну, заключить сепаратный мир, Временное правительство тоже не смеет. Оно не может порвать союзниками, оно просто психологически не может. Поэтому оно застряло в раскоряку. И вот я хотел прочитать маленькую иллюстрацию. В июне, собственно, начало наших событий, о которых сейчас пойдет речь, это июнь-июль 17-го года, после провала июньского наступления русской армии. Все-таки это наступление началось, началось довольно успешно, а затем провалилось. Вот, значит, вот такие дела. Деникин приводил данные по 19-верстному участку фронта, где при трехкратном преимуществе в артиллерии 17 немецких батальонов атаковали 138 русских батальонов. 138 русских батальонов. Я так и не понял, честно говоря, из этой фразы. Трехкратное превосходство в артиллерии было со стороны русских по отношению к немцам. Я думаю, да, потому что если там было 138 батальонов, то они не могли уступать в три раза 17-ти немецким. Значит, у русских артиллерии в три раза больше. Батальонов, извините, в семь раз больше. Ну, почти в семь раз больше. И немцы атакуют. А солдаты, русские солдаты, контратаковать не хотели, потому что это не согласовалось с удобным для них лозунгом «Мир без аннексии и контрибуции». В ряде случаев в атаку шли одни офицеры под громкий смех противника. Порой потери среди офицеров составляли 70-80% списочного состава офицеров. Алексеев, начальник генерального штаба, привел характерный пример. Один из полков пошел в атаку в таком составе 28 офицеров, 20 унтер-офицеров и два солдата. А тем временем 3000 человек оставались в окопах, спасая свою драгоценную жизнь и смотрели, как гибли эти герои. Это цитата из Алексеева. «Даже там, где атака завершалась относительно успешно, выяснялось, что санитары не желают подбирать раненых, потому что санитары не хотят рисковать своей жизнью. И ничего с этим сделать никто не может». Ну, понятно, что в таких условиях ни одна армия, естественно, воевать не может. Она просто морально разложена полностью до основания. она абсолютно парализована и превратилась просто в сброд термоедов, которые получают солдатский паек, воевать не желают, а любые попытки заставить их воевать в лучшем случае вызывают в ответ смех. И больше ничего. Вот такая обстановочка на фронте. Соответствующая сообщающаяся сосуды обстановка в стране и нарастающий паралич власти, который проявляется в знаменитой словесной дуэли на первом съезде Совета. Значит, надо добавить, что в это время происходил первый съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Председатель стал на этом съезде Церетели. И дальше вот знаменитая, значит, сцена, которая мифологизирована советской пропагандой. Согласно советской пропаганде Церетели, значит, говорит, что нет ни одной партии, которая сейчас сказала бы, дайте нам власть, и мы сможем провести политику иную, чем Временное правительство. Сможем, попросту говоря, спасти ситуацию. И якобы в этот момент с места встал Ленин и сказал, есть такая партия, это партия большевиков. Кстати, эта сцена, где Ленин встает в зале, поднимает руку и говорит, есть такая партия, это напоминает аукцион. Вот идет такой аукцион по продаже России, желающих нет, Церетели с молоточком, молоточек поднял от трибуны, а ударять нечего, никто не покупает. И вдруг, значит, Ленин поднимает руку и говорит, мы. Ну и Церетели ударяет молоточком, продано. Значит, это, естественно, это 12 стульев, когда Остап поднял руку и сказал 200, там до этого все, значит, цену, 200 купил. Вот, в действительности это было не совсем так, потому что не с места Ленин это крикнул, а он это сказал, выйдя на трибуну, но разницы в сущности абсолютно никакой нет. По сути, было именно так. Именно так не только на словах, но и на деле, потому что в этой ситуации свободного падения лифта, свободного падения лифта, была только одна сила, только одна партия, которая, очевидно, этому свободному падению свободно, открыто радовалась. Это была партия большевиков, потому что она из этого лифта вышла, она стояла вне лифта и она радовалась падению лифта. Большевики были пораженцы и хотя они прямо не могли сказать штык в землю и сепаратные переговоры, это сказать было невозможно и все-таки под суд отдал. Но фактически они говорили именно это, они постоянно говорили об ужасах войны, как будто солдаты сами не знают какие-то ужасы. Но одно дело, когда ты сам знаешь, а другое дело, когда это говорят вслух, когда это легитимируют, когда это говорит политическая партия, когда это говорят ораторы, то есть твоя личная ненависть к войне, твой страх, твое желание прекратить получает оправдание. Ну вот, они постоянно говорили об ужасах войны и ни слова, ни слова никогда не говорили о верности союзникам, о необходимости спасать страну, о том, что нельзя заключать сепаратные меры и так далее. Те большевики, которые в начале 1917 года так говорили, то есть камень, они оказались в меньшинстве, Ленин их загнал под лавку и они оттуда не смели пикнуть. То есть фактически не говоря прямо про немедленное прекращение войны, большевики именно за это и агитировали. Вот, это была первая очень сильная сторона большевиков. Они были единственные, кто не был раздвоен. Все остальные были раздвоены. Одной половиной мозга кричим об ужасах войны, другой половиной мозга, одной половиной языка даже, давайте так, одной половиной языка говорим об ужасах войны, другой половиной языка говорим о необходимости верности союзникам, довести дело до мирных переговоров и так далее. То есть это тупик, моральный, психологический тупик. Это первое, а второе, большевики были единственной партией в России, крупной партией, ну, были еще анархисты, конечно, вот, но большевики были единственной крупной партией в России, которая имела, кстати, анархистов я тут зря приплел, анархисты были против войны, но вот вторая особенность большевиков была уникальна, абсолютно. Это была твердо организованная, монолитная, с одним неприкасаемым вождем, бюрократическая, бюрократически мафиозная, очень твердая структура. Больше таких твердых, четких структур во всей стране не было, нигде, ни в чем. Вполне естественно, что в условиях распада системы единственная твердая и ясная часть обречена на успех. Собственно, это и есть то, о чем я говорю, что вот это и есть великое достижение Ленина. Он мог делать массу ошибок, глупостей, промахиваться тут, промахиваться здесь, но это не имело абсолютно никакого значения. Если у вас есть волшебная палочка, то какие бы глупости вы ни делали, это не имеет значения, все равно у вас в руках волшебная палочка, вы ее махнете и все, что вы делали до этого, стирается. Вот такая исходная картина, так сказать, овертюра, овертюра предполагается с начала, а точнее, даже с прошлого конца. Вот у нас мы остановились, я напомню, на разгроме особняка или дачи Дурново 2 июля. Так или иначе, эта история закончилась. То есть, власти очистили дачу Дурново от анархистов. Произошло сильное вооруженное столкновение, был убит анархист, один из лидеров анархистов Аснин, был ранен еще один лидер анархистов, Анатолий Железняков, он потом еще всплывет, это такая довольно-таки важная фигура, но позже, я думаю, те, кто более-менее учили историю, хорошо знают эту фамилию, но так или иначе, одним из лидеров этого восстания был и матрос Железняк. На 2 июля эта история закончилась, а 3 июля агитаторы со стороны анархистов приехали в первый пулеметный полк. Надо понимать, что параллельно с этим происходила история распада правительства, то есть в результате вот всех этих танцев вокруг Центральной Рады из правительства вышло пять кадетов, это кадет Шаховской, Мануил, Мануилов, Шенгарев, Степанов, Некрасов. Соответственно, это министры временного правительства, ну, Некрасов от министра путей сообщения, Мануилов просвещения, Шенгарев финансов там и так далее. Ну, и соответственно, министр государственного презрения, князь Шаховской. Ну, под государственным презрением подразумевали социальное обеспечение. Вот. То есть, возник правительственный вакуум. Возник правительственный вакуум с одной стороны. С другой стороны возникает мятежный первый пулеметный полк. И этот мятежный первый пулеметный полк, он был только поднят анархистами. Он был поднят анархистами по двум причинам. Даже, наверное, по трем причинам. Первое, это попытка разгрома самих анархистов. Второе, это провал наступления то есть было понятно что сейчас самый лучший момент нас ведут на бессмысленную бойню и все такое и третий момент это вот этот правительственный вакуум то есть нужно ударить по правительству в тот момент когда когда она находится максимально слабом состоянии то есть когда из него вышли кадеты которые сторонники единой неделимой россии и если большевики первое выступление июньское пропустили то второе выступление то есть второй вторую подачу которую им закидывают анархисты они пропустить никак не могли потому что они бы тогда окончательно бы себя дискредитировали бы показали бы себя оппортунистами соглашателями с буржуазией в общем они бы разочаровали свою вот эту референтную аудиторию вот эту массу дезертиров это с одной стороны с другой стороны если они примыкают к этому выступлению то они ставят себя вне закона они получают как бы удар со стороны правительства их ждет судьба анархистов то есть анархисты которые начинают потихоньку тонуть сами тянут за собой вслед и большевиков в любом случае большевики находятся в ситуации цукцванга то есть цукцванг это положение на шахматной доске при котором любой ход ухудшает заранее положение на доске и так я только не секунду один штрих такой внизу ладно значит вот эти самые солдаты первого пулеметного полка которые начали собственно не шли дам их анархисты подтолкнули но в общем они шли сами интересно что на их знаменах были лозунги да погибнет буржуазия от наших пулеметов берегись капитал булат и пулемет сокрушат тебя помощь симпатичные такие лозунги действительно живое творчество масс как говорил день вот она действительно живое да извините пример и подстегнул эту толпу блейхман но это лидер анархистов как да но анархистов не может быть лидера но в общем можно сказать и тогда лидер анархистов с другой стороны в этом первом пулеметном полку действует большевик раскольников и он в общем будет основным действующим лицом то есть большевик раскольников большевик дебенко который пытается контролировать центр балт то есть центр балт центральный комитет балтийского флота то есть это еще один солдатский комитет только комитет вот фотки но дебенко его плохо контролируют раскольников не контролирует этот первый пулеметный полк никак на стороне большевиков стоит 2 пулеметный полк он более большевизирован 1 пулеметный полк по воспоминаниям суханова это абсолютно разложившиеся как вот он как так писал это разложившиеся человеческая масса то есть это попросту говоря такое сложно сказать что их и анархисты контролируют они действуют хаотично и одним из их лозунгов будет во всяком случае его разгласит блейхман нас организует улица наша задача одна свергнуть временное правительство я тут еще процитирую суханова как раз суханов описал следующую картину по аневскому от садовой к литейному шел восставший полк внушительная вооруженная сила которой было пожалуй достаточно чтобы взять власть над городом потому что временное правительство никто не защищал но когда со стороны знаменской площади знаменская площадь это как я понимаю перед октябрьским ныне октябрьским вокзалом а тогда значит в общем это в середине невского проспекта знаменская площадь площадь восстания насколько сейчас на суше наверно часто площадь восстания это в середине невского проспекта как раз ну как это его главная часть но когда со стороны знаменской площади раздались выстрелы командир колонны ехавший в автомобиле обернулся и увидел пятки разбегавшихся во все концы солдат восставшие солдаты не знали куда и зачем им идти у них не было ничего кроме настроения так оценил ситуацию суханов и помимо раскольникова который участвует вот в этом движении первого и второго пулеметного полка и как бы является вместе с подвойским представителем большевиков вот в этих разагитированных солдатских частях в совете действует с одной стороны каменев который сразу относится ну он работает в цике советов он относится скептически к этому выступлению является ярым противником этого выступления с другой стороны умеренной фигурой это пожалуй звучит немножко пикантно в нынешних реалиях самым умеренным большевиком считается стали сталин контактирует с чхиидзе с церетели он пытается лоббировать вот эту вот ну пытается лоббировать промежуточную позицию то есть он не может заявить полностью отвергнуть точку зрения каменева поскольку тогда он просто становится такой раскольников номер два только совете с другой стороны он не может и открыто поддержать это выступление и получается вот такая странноватая история что централизованная крепкая сильная партия находится в состоянии полного раздрая она не знает что и делать с этим выступлением и тут наверное наш слушатели уже дошли до такой нехитрой мысли как а где же ленин а ленин а ленин фаросе вы простите финляндии но в принципе если бы у него была подача фаросе он был бы наверно фаросе но последний находился на даче бонжи бруевича в городе наиволь это видимо выборгская губерния где-то рядом с петра в общем ленин фаросе вот и он 3 июля еще ничего не знает об этом выступлении и происходит такая история что 3 июля посылают за лениным который в это время находился финляндии не знал о начавшихся выступлениях столицы из набора правды было изъято обращение цк с призывом к сдерживанию масс и на следующее утро газета вышла с белой дырой в тексте ленин позднее объяснял что решение принять участие вооруженной демонстрации было исключительно для того чтобы придать ему мирный и организованный характер до выступления с оружием для того чтобы предать ему мирный и организованный характер нет но с оружием солдаты выступали а большевики просто по виду не искренне не знали как им поступить в этой ситуации потому что вы же правильно описали дилемму восстание было для них гром среди ясного неба они его не готовили увильнуть в сторону и значит сказать что товарищи дорогие так нельзя и давайте все-таки подчиняться временному правительству назначало потерять лицо слиться с восставшими эти штурмовать значит но сбрасывать временный править аврический дворец да они в это время были в таврическом это во первых авантюра потому что очевидно что кстати большевики тоже были в таврическом дворце но там дворец большой в нем и временное помещалось и ну вот значит эти штурмовать правительство не подготовлено по главе разбегающейся сырой рыхлой массы это чистейшая вода авантюра чистый путь поэтому они были так же как и само временное правительство не были в идиотском положении любопытно что в это время возник слух в газетах писали вероятность в общем возник слух что ленин оказывается никуда не уезжал а скрывался среди солдат павловского полка внимание надев мундир этого полка люди готовы были поверить что павловцы его прикрывали а он изнутри их баламутил вот такие вот фантастические слухи возникали и так 3 июля 8 часов вечера 1 пулеметный полк уже подходит к особняку кшесинской потому что 1 пулеметный полк он все-таки надеется что его организует улица но в то же самое время как бы ему нужно кому-то примкнуть его ведет раскольников раскольников телеграфирует каменев играет о том что нельзя ни в коем случае участвовать во всем этом а раскольников пишет ответ каменева о том что бежать бежать от лавины можно можно бежать с лавиной но нельзя остановить лавину которые катятся на тебя с вершиной горы то есть тут видно абсолютно но непонимание каменевом ситуации то есть с одной стороны каменев дозвонившись до кронштадта до прошу прощения в 4 часа дня они уже отправили агитаторов кронштадт потому что опять же выступление первого пулеметного полка это очень условно это и выступление и второго пулеметного полка это выступление кронштадтских матросов то есть тех самых которых очень условно организует центробалт это 3 июля чтобы понимать при этом никаких ясных лозунгов у них нет и собственно говоря они пошли к особняку к шесинской и к ленину в надежде что он их осеменит осеменит эту массу лозунгами а толку они никакого не добились потому что ленин во первых болел в это время говорил кратко и фактически он сказал только одно что лозунг вся власть советом победит больше ничего но к 8 вечера они даже дошли до особняка к шесинской но дошли они до особняка к шесинской с боями потому что началось уже столкновение ричард пайпс суханов саммерсет моем вот в тот момент примерно в те дни находились в петрограде и каждый загадите пайпс то как это что-то вы не ту пайпс тогда еще не родился нет пайпс описывал эту ситуацию саммерсет моем находился в петрограде моем локарт но там много кого и они все очень по-разному описывают эти события то есть но очень условно говоря как вот вообще вспыхнули эти столкновения то есть идет этот первый пулеметный полк идет к дворцу к шесинской и по-моему вроде пайпс пишет что раздаются выстрелы из окна завязывается бой и с боями они прорываются к особняку к шесинской ну вот я читал читаю значит книгу кстати покажу ее тоже кому интересно это хорошая книжка добросовестная булдаков и леонтьев это на историки современные вот вот они пишут настоящее сражение произошло около литейного моста ну те кто знают петроград понимают где а что там произошло там солдаты открыли огонь по казакам а казаки то ехали на охрану таврического дворца по вызову центрального исполнительного комитета советов депутатов то есть по сути солдаты и казаки были так сказать по одну сторону баррикад они были на стороне центрального исполнительного комитета но хаос и неразбериха была такая что солдаты открыли огонь именно по казакам просто видимо суду казаки их раздражали чисто внешне хотя казаки ехали по вызову цик перестрелки было убито 16 человек совсем немало надо сказать совсем немало несколько сот получили ранение травмы а потом советская историография это вдруг превратилась в расстрел временным правительством демонстрации что не имело ничего общего с реальностью стреляли отнюдь не временное правительство революционные солдаты и стреляли они та самая демонстрация не сами же по себе а по казакам которые ехали защищать цикл в 11 часов вечера мимо гостиного двора взорвалась граната то есть в общем с гостями ворота на невском да да это вот от площади восстания минут 15 вот эти то есть ну не минут 15 минут 20 ну быстро же рядом с казанским собором да да то есть в петрограде началась такая скоротечная в пределах там одного-двух дней гражданская война вот в этой ситуации ленин принимает решение вернуться выступить и 4 июля он действительно выступает и поддерживает это выступление первого мятежного первого пулеметного полка вот но наши слушатели наверное уже дошли до вопроса а где же черт возьми александр федорович керенский а александр федорович керенский он не фаросе он на фронте александр федорович керенский дает команду начальнику петроградского военного округа генералу половцову и начальнику контрразведки этого же военного округа никитину команду подавить это выступление это выступление она дошла до таврического дворца там она совершенно по ошибке арестовала министра земледелия виктора михайловича чернова то есть дело в том что толпа которая зашла в таврический дворец и уже начала штурмовать таврический дворец она искала министра юстиции переверзила но не найдя переверзила она арестовала чернова и в этой ситуации керенский вот дает команду разогнать мятежный 1 пулеметный полк 2 пулеметный полк кронштадтских матросов и выдаются аресты выдаются ордера на арест большевиков по поводу чернова там такая история по крайней мере вот балдаков описывать такую историю чернов он был министр земледелия лидер сэров довольно популярный человек хотя сами сэры этом поносили всячески на него чернов пытался урезонить толпу и услышал в ответ принимай власть сукин кот поле дают отказавшийся от такой чести селянский министр был тут же арестован возбужденными анархистами которых по словам троцкого полу уголовного полупровокаторского типа это чтоб троцкий так говорил о вооруженном народе и тем не менее полу уголовного полупровокаторского типа но именно троцкий спас чернова он поставил перед толпой на голосование вопрос об освобождении чернова и никто не возражал минуту назад они готовы были этого чернова растерзать но достаточно было одному человеку кстати троцкий совсем не был в тот момент еще так популярен но достаточно было одному человеку нет уж и делал популярно известный да но они могли с тем же успехом разорвать и троцкого но стоило человеку уверенно определенно твердо сказать и тут же настроение толпы развернулась на 180 градусов то есть до такой степени это действительно была анархия мать порядка вот и так или иначе уже 5 6 ну в общем продолжалось все это веселье аж до 8 июля 8 июля эту демонстрацию разогнали полностью 5 июля собственно милиция ничего не смогла сделать вот большевики собрались у особняка к шисинской особняк шисинской разгромили то есть его разгромили силами я так понимаю казаков его просто последнее выступление ленина публичная до октябрьской революции 4 июля уже в ночь 4 на 5 июля цик объявил военное положение матросы начали возвращаться в кронштадт особняк шисинской был разгромлен военные разгромили дом стеклова который в тот момент был меньшевиком и вообще был не при делах а далее временное правительство выписала ордер на арест следующих деятелей ленин луначарский зиновьев колонтай козловский мечислов козловский это такой дружище паруса который представлял его компанию в петрограде это сам парус это гонецкий это суменсон евгения маврикина суменсон это сестра гонецкого она выполняла роль бухгалтера в компании паруза это федор раскольников это большевик рашаль большевик рашаль это помощник раскольникова по вот всем этим подвигам первого пулеметного полка а дебенко павлов под войске дебенко под войскова по моему не арестовали но во всяком случае точнее их уже арестовали они были на допросе да а ордер на арест выдали вот этих деятелей троцкого к слову говорят уже арестовали троцкий уже постепенно переходит на большевистские позиции начинается расследование комиссии временного правительства о причастности большевиков к немецкому генштабу комиссия это возглавлял как раз по видимо никитин начальник он привет ну в комиссии это действовал никитин занимался всем этим я так понимаю министра юстиции переверзив к чему пришла эта комиссия и тут наверное я постановился поподробнее на вот этой самой истории о немецких деньгах да давайте подробно расскажем потому что там большое дело значит я просто вводную маленькую скажу естественно разговор о том что ленин немецкий шпион возник сразу в тот день когда он приехал в петроград через германию в пломбированном вагоне но я уже говорил что значит матросы которые его встретили устроили торжественный караул там и так далее так далее они же на следующий день буквально написали что если бы мы знали что он приехал через германию то мы бы ему вместо торжественного караула выгнали бы его обратно в германию катясь откуда приехал поэтому разговоры о том что большевики немецкие агенты они возникли с первого дня объективная причина она понятна ищи кому выгодно большевики разлагают армию большевики делают все чтобы развалить власть вывести россии из войны и так далее кому это выгодно ну ясно кому немцам конечно кому же ищи поэтому по логике ищи кому выгодно большевики несомненно немецкие агенты и значит но вся собственно говоря вся буржуазная так называемая пресса то есть вся пресса кроме значит социалистов она именно об этом и писала постоянно весь семнадцатый год но это были цветочки а значит ягодки начались как раз в июле потому что до этого были общие разговоры да агенты да шпионы да то да все такая значит была даже частушка германщики чеки шпионщики чеки вильгельмовы трепачи и вот но это так вообще а тут началась совершенно конкретно совершенно конкретные обвинения с названием лиц с названием денег значит с указанием путей передачи этих денег и так далее то есть это совершенно в другую плоскость перешло да схема была следующей как большевики получали деньги на подрыв россии матушки в стокгольме действовала экспортная импортная компания парвуза то есть она продавала в россию и вывозила что-либо из россии точнее так она продавала в россию какие-то материалы там карандаши там всякую в общем шарпатреп то есть попросту обычный шарпатреп а представителя вроде ганецким презервативами торговым ну назовем это товары народного потребления не суть важно какие представителем в петрограде был большевик козловский бухгалтером этой компании была евгения маврикевна суминсон то есть та самая двоюродная сестра ганецкого и вот казалось бы схема то есть под видом продажи товаров переправляют деньги в петроград все фирма парвус от просто отмывочная контора говоря современным языком нифига не вся эта их торговлях к это прикрытие на самом деле просто отмывочная контора которая как-то объясняет появление немецких денег причем надо иметь ввиду что поскольку все таки сто с лишним лет назад то деньги просто натурально купюрами но внимательно и слушатели на которых я уповаю 3 раз за сегодня могли заметить что как я уже сказал товары шли в петроград соответственно деньги не могли тоже идти в петроград деньги должны идти из петрограда то есть деньги шли в другую сторону и именно потому что деньги шли в другую сторону и транзакции все шли из петрограда то как вы можете догадаться никакие немецкие деньги в петроград попасть не могли чист физически если конечно не считать что большевикам очень помогут презервативы карандаши ручки канцелярские товары вот что они с помощью них совершат вооруженное восстание но давайте скажем корректнее деньги не могли идти через данную фирму никто не мешал им идти через любые другие фирмы добавляла этому пикантности то что французские разведчики они перехватывали вот эти телеграммы которые шли из петрограда в стокгольм из стокгольма в петроград которые были написаны что там принимай короче ну грубо говоря принимает 400 карандашей или принимает там 200 презервативов им казалось что это шифрованная переписка потому что звучало как какой-то бред в телеграфном сообщении же еще еще сокращают потому что там каждая буковка как бы на вес золота то есть перед ними такая комедия положений они вид телеграммы здесь цифры сокращенные буквы вот куда-то туда-сюда ходят деньги и все это делают с одной стороны один большевик из стокгольма а с другой стороны второй большевик из петрограда естественно у военных разведчиков французских возникает мысль что это дело не чистое ну кому на кой хрен в разгар войны нужны презервативы правда ну вот пример который как раз фигурировал в этом деле ленина телеграмма стокгольм из петрограда ферстенберг значит наконец это ганецкий до настоящая фамилия ганецкого стокгольм из петрограда несли не присылает муки хлопочите суменсон надеждинская 36 ну суменсон как вы говорили это сестра ганецкого надеждинская 36 от адрес ее конторы значит формальный текст что соответственно фирма ферстенберга не присылает муки хлопочите а зашифрованный не хит очень нехитро зашифрованный текст что вы нам денег не присылаете вот так примерно объясняла это дело наследственная комиссия временного правительства но надо отдать должное следственной комиссии временного правительства потому что она тут могла сфабриковать это дело просто на раз-два и действительности выставить большевиков немецкими шпионами но она этого почему-то не сделала что очень странно потому что тут вот вам и компании вот и транзакции ведь согласитесь кто будет вникать вообще куда там деньги шли откуда деньги шли можно было просто сказать что вот они живые доказательства собственно очень многим современным черносотенцам этого и хватает чтобы считать что большевики совершили революцию на немецкие деньги если вот сегодня на ихе москвы знать вдруг видимо он слушает наши передачи иначе я это объяснить не могу его активность вдруг брат чубайса игорь чубайс который значит монархист наш нет державник уж не знаю кто он написал все необходимо значит раз навсегда поставить точку в вопросе о том что революцию сделал ленин на деньги немецкого генерального штаба судить по всей строгости закона но по-видимому вытащить эту куклу из мавзолея и расстрелять на пороге мавзолея я так понимаю так что до сегодня эта тема актуальна но там еще значит история с хермоленко да был такой прапорщик ермоленко который был несколько раз контуженный он попал в плен в ноябре четырнадцатого года австрийский плен и в немецкий плен виновата немецкий плен завербован немецкой разведкой а в апреле семнадцатого года был отправлен в россию для того чтобы заниматься разложением армии конкретно этот самый ермоленко был связан как раз с украинской радой с украинскими националистами и вот ермоленко рассказал что германское командование сформировала из военно пленных украинцев первый украинский полк имени шевченко и при этом немцы ему говорили что с ними вместе ермоленко этому немцы говорили что с ними вместе действует ленин находящийся в постоянном контакте с известным украинским националистом скоропись и олтуховским такая вот двойная фамилия так вот значит тут же газеты стали писать что вот ермоленко дал доказательство значит что ленин напрямую связан не только с немцами но еще и с украинскими националистами все это было очень мило но внезапно этот самый скоропись и олтуховский заявил что ленин не мог с ним встречаться физически поскольку они находились совершенно разных местах ну вот такие дела и и надо понимать что это очень сомнительное основание для того чтобы нет если компанией паруза еще что там можно придумать то спорщик прапорщик ермоленко я так понимаю он был не совсем себе потому что он был контужен много раз до до сказался посттравматический синдром и кстати наследственные комиссии временного правительства он сказал что мне сказали что вот ленин послан в петроград для тех же самых целей будете работать вместе но уж ленин который работает вместе с украинскими националистами то есть союз ленина и петлюры представить себе очень сложно во всяком случае в помощи ермоленко ленин точно не нуждался вот в чем он безусловно не нуждался так это помощи прапорщика ермоленко но еще одну версию намечали значит что немецкие деньги шли через красина тоже такой вариант значит связи это такой и нас деятель который был очень за границей да это дело такое что я бы сказал так вот на сегодняшний день все немецкие архивы естественно открыты читай не хочу значит ясно одно по моему вот не вызывает никаких сомнений что немцы немецкое правительство минфин и дойче банк так они действительно выделяли большие деньги и не могли не выделять это абсолютно логично на то чтобы выбить россию из войны и эти деньги должны были идти всем силам которые выступали против войны да и некоторым людям которые выступали с более патриотических позиций тоже платили по крайней мере среди эсеров вот я в прошлый раз зачитывал эту информацию ходили упорные слухи что чернов получает немецкие деньги вот тебе пожалуйста министр временной украины что они помогали украинским националистам но естественно помогали а тем более что вот эти самые полки полка имени шевченко был вообще сформирован в австро венгрии что они выделяли деньги для большевиков не вызывает ни малейших сомнений сумма непонятно но дальше вот действительно дальше начинается полный туман сколько все-таки они выделили именно большевикам немецкие архивы на эту тему молчат значит общая сумма выделенная на всю эту пропаганду на всех в россии составляла 50 миллионов немецких марок то есть около 10 миллионов долларов это очень большие деньги по тем временам но это как сейчас там не знаю но тоже не очень большие кстати но это как сейчас пара миллиардов долларов не бог весть какие деньги но но значит какая часть предназначалась до большевиков непонятно шли ли они через паруса все таки или нет непонятно какую часть парус элементарно стибрил это пожалуй самый интересный вопрос судя по всему что мы знаем о парусе он должен был украсть практически все не такой он был человек который будет вышвыривать деньги неизвестно на что на революцию все очень мило он был сам революционер автор книг там то все пятое десятое но это так теория а когда дело доходило до денег то значит он конечно украл львиную долю тем не менее весьма вероятно что какие-то деньги уж там я не знаю через красина через козловского еще через кого-то какие-то деньги большевикам попадали это просто не доказано естественно никаких расписок таком деле нет и быть не может но самые главные самые непонятные вопросы это следующее в какой степени об этом знал ленин лично насколько я понимаю владимир ильича он легко взял бы деньги не то что у немцев а у наркоторговцев и у контрабандистов и у кого угодно вот уж что его меньше всего смущало но он никогда в жизни естественно не оставил бы никаких следов никаких расписок никогда в жизни он бы понятное дело сам к этим деньгам не прикоснулся это все абсолютно исключено а что мог бы дать распоряжение взять без вопросов но ну нету этих распоряжения никаких следов этих распоряжений нет вывести напрямую на ленина но абсолютно невозможно так же как невозможно вывести напрямую допустим на сталина в деле об убийстве кирова невозможно так же как парус пытался с ним встретиться в стокгольме потому что ленин своем пломбированном вагоне он же и через стокгольм проезжала домах но встречи не было ленин на отец отказался встречаться с парвузом назвал его там авантюристом и все так но с парвузом в стокгольме встречался радок который естественно контактировал с ленина но опять же ну встречался понимаете есть вещи которые не опровергнуть не доказать невозможно вот еще раз значит убийство кирова имел к нему отношения стали или не имел миллион косвенных улик в ту сторону миллион косвенных улик в эту сторону нельзя доказать поджог рейхстага гитлер дал такой приказ или нет ну понятно что такой приказ не мог быть никаким кроме устного невозможно восстановить те люди которые могли иметь к этому отношения руководители штурмовиков были убиты в ночь длинных ножей из того света они признание не дадут потому что если кто-то поджигал то штурмовики но не не лично же геринг бегал по рейхстагу и значит бросал зажженные тряпки невозможно установить какова тут роль лично гитлера полный туман и таких примеров в истории до черта по логике ищи кому выгодно вопрос однозначный вот если вы возьмете допустим 11 сентября то по логике ищи кому выгодно вы не найдете вообще никого ни одному человеку это не выгодно ну кроме естественно бен ладена которому хотелось распиариться на весь мир а так никому тем не менее упорные слухи что это цру что это то что это все почему цру откуда цру одному богу известно но вот поэтому поскольку презумпция не вино или вот убийство кеннеди самая конспирологическая тема из всех известных мне во всяком смысле по логике кому выгодно ну кому это выгодно ну разве что вице-президенту джонсону который стал президентом хотя все-таки это не средние века и джонсон это не ричард третий и таким образом приходить значит на пост президента это как-то странновато немножко для американского конгрессмена но больше вроде это никому не выгодно а дальше идут фантастические домыслы то кубинская мафия то кгб то цру то ну и так далее до бесконечно но поскольку принцип презумпции невиновности действует или вот взрыв домов в москве но это можно до бесконечно но поскольку принцип презумпции невиновности все-таки действует а это уголовное обвинение то исходя из того что ни единого прямого доказательства нет все возможные участники этого дела промолчали до смерти ну большинство большевиков которые в этом участвовали были расстреляны естественно в тридцать седьмом году но вовсе не по этой причине а просто потому что всех кого могли расстреляли парвус умер и ничего об этом не написал нет смотрите тут как раз таки если бы не было никакого следствия я бы с вами согласился но извините уж кого кого а временное правительство упрекнуть симпатиях к большевикам ну просто невозможно следственная комиссия временного правительства провела расследование и согласно этому расследованию нет никаких причин никаких доказательств того что большевики подчиняются немецкому генеральному штабу знаете это две абсолютно вообще разные темы тут хорошо и денег и деньги даже более скажу мне доказали да в я прошу прощения был один будущий большевик который был прокурор какого-то петроградского округа и он писал о том чтобы изловить большевистскую сволочь арестовать ленина этот прокурор Андрей Януаревич Вышинский вот но проблема в другом в том что он тогда был меньшевик да но дело в том что значит про этого прокурора еще неоднократно будет сказано его юридические познания довольно своеобразные но здесь надо четко разделить несколько вещей первое большевики платные агенты ну не большевики 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 разные бывают значит конкретно большевик Ленин платный агент немецкого генерального штаба который под видом сообщения о муке спичках и значит всяких прочих товаров получает конкретные указания ему там пишут ну не ему а Козловскому пишут пришлите спички Ленин берет это значит письмо кладет его на лист бумаги переводит буквы и получает указания напишите статью в правде о том что Керенский там такой то такой то молоком на хлебе молоком на хлебе значит или там этому самому Козловскому пишут изнестли не шлете муки ускорьте Ленин читает надо немедленно разложить пулеметный полк вот такого значит об этом ну это для Игоря Чубайса это вот занятие для великого приватизатора истории Игоря Чубайса значит допустить что Ленин действовал под чьим бы то ни было контролем указанием выполнял любые распоряжения это Игорь Борисович Чубайсу к Анатолий Борисовичу Чубайсу это к ним это тема они разные люди они очень разные во взглядах в этом вопросе они абсолютно так в этом вопросе братья Чубайса вполне в остальном да они все решают вопрос кто из них старший кто младший брат никак не могут этот вопрос решить но это братьям Чубайсу эту тему обсуждать мне представляется также интересно как обсуждать тему получал ли Распутин шифра телеграмма из Стокгольма и приказывал ли он царице организовывать наступление на Барановичи на Козловичи и так далее это вот в фильме Огония там показано что Раскольников Распутин руководит наступлениями русской армии это все вопросы к авторам фильмов Огония поэтому это мы не обсуждаем царица шпионка Ленин выполняет приказы генерального штаба но проблем совершенно другая тема абсолютно можно вот один то есть понимаете дело в том что ну конечно есть всегда вероятность что большевики там по чью-то дудочку если бы они по чью-то дудочку бы действовали простите они бы не были такими идиотами в июле семнадцатого года потому что ведут они себя как откровенные идиоты если я и поверю что Раскольников там по указанию какого-то штаба вывел этот первый пулеметный полк он мог это по указанию Лариса Рейснер как бы вывести чьим любовником или мужем даже он был но никак не под руководством немецкого генштаба просто потому что он это сделал даже без санкции Ленина нет ну значит версия агентов она просто ну я говорю это вот к Чубайсу и к покойнику Милюкову который значит все говорил глупости или измены глупости или измены правда не по адресу Ленина а по адресу царского правительства потом сам сказал ну конечно то что я говорил это была и не глупость и не измена а просто провокация совсем другая тема агенты влияния то есть люди которые не получают никаких конкретных указаний ни про муку ни про карандаши но которые в целом действуют в том же русле что немцы и третья тема не агенты влияния а просто люди чьи интересы на данном отрезке совпадают с объективными интересами немцев вот по третьей теме спора нет большевики несомненно делали то что было нужно немцам то есть они делали то что было нужно им большевикам и плевать они хотели на немцев но это полностью совпадало на сто процентов в семнадцатом году на сто процентов совпадало с интересами немцев они не были ни агентами ни агентами влияния ни о каком контроле ни о каких указаниях ни о каких самых осторожных советах речить и не могла в советах Ленин не нуждался а вот в деньгах нуждался и поэтому возникает следующий вопрос еще раз тот же самый роковой вопрос так все таки да не агенты не агенты влияния но деньги то вы получали ребята или не получали вот на этот вопрос ответа нет это не доказано если получали то следы конкретные не прослежены те следы которые намечены никуда не привели и разговоры про Красина про Суренсон и так далее сами по себе очень увлекательны и вполне возможно что очень правдоподобны но ни пойман ни вор презумпции невиновности еще раз никто не отменял следовательно тот вывод который я по-моему любой нормальный человек может сделать кому выгодно немцам выгодно совпадали интересы на сто процентов совпадали давали немцы деньги безусловно давали кому давали Парвуса давали доходили эти деньги от Парвуса до большевиков огромный знак вопроса сколько доходило понятия не имею через кого доходило не ясно на каких условиях доходило не ясно насколько Ленин об этом знал никто не знает вот такая вот ситуация но я повторяю это типичная в истории ситуация абсолютно типичная вот возьмите любую знаменитую конспирологическую байку и вы найдете все то же самое общие совпадения по линии кому выгодно общие рассуждения дедукция Ватсон дедукция а улик то нет ни улик ни фактов ничего вот вот такая вот история и при этом а я еще раз присоединяюсь к Ибрагиму реальное следствие да конечно скороспелое на коленке но простите такие были условия уже других не было реальное следствие показало что пшик все эти ермолинки и как его там звали этот самый значит дядька с двойной фамилии забыл уже опять ничего ни каким образом они значит эти самые украинские националисты ну все все в молоко все в молоко как вот собаки баскервейлии три оборванные нити все нити обрываются башмак пропал а собаку найти не может а тем временем что делает руководство партии большевиков когда ее лидер удрал в разлив а сама партия вообще находится вот под таким жирным вопросом потому что надо понимать что с одной стороны их будет прессовать временное правительство с другой эстрадой они очень сильно дискредитировали себя вот если уж говорить о том выгодно ли было вот это выступление первого пулеметного полка немецкому штабу ну я не знаю насколько немецкому генштабу было выгодно самоубийство большевиков как вот но тем не менее открывается шестой съезд РСДРП где кстати давайте напомним что в разлив Ленин убежал не один он убежал вместе с Зиновьевым да но на картинах я вот не помню кого по-моему Нолбандяна там Ленин один сидел вот потому что с врагом народа Зиновьевым он сидеть в шалаше не мог как бы и очень сложно было то есть Зиновьев с точки зрения большевистской точнее сталинской историографии в разливе был один но в реальности он был с Зиновьевым как пробистый вариант что Ленин обращался к Зиновьеву как к врагу народа и говорил враг народа поставь чайник там достать что-нибудь покушать оно как-то не могло быть значит там история такая значит в разлив этот самый разлив он сколько от Петрограда то не очень далеко где-то километров 20 по-моему если я не ошибаюсь в разлив их Ленина и Зиновьева поскольку ордер то был выдан почему Ленина и Зиновьева потому что ордер был выдан ордер на арест был выдан на их имя на их обоих потому что они вместе приехали в этом самом вагоне два лидера большевика вот значит провел их туда Емельянов это знаменитая петроградская семья рабочих настоящих рабочих значит членов большевистской партии Емельянов по-моему Николай если я не ошибаюсь 9 июля в сопровождении Зиновьева и рабочего Емельянова он он Ленин то есть прибыл в разлив Ленин сбрил бороду и двух изображавших батраков большевиков Ленина и Зиновьева устроили в находившемся неподалеку шалаше который служил им пристанищем в течение месяца значит отношения с Петроградом курьеры к ним приезжали значит дальше начинается бесконечная большевистская мифология до 27-го 28-го года никто не оспаривал этого очевидного факта что Ленин и Зиновьев жили в шалаше потом по мере того как Зиновьев из шалаша попал в одну ссылку во вторую ссылку в конце концов был расстрелян как враг народа в 36-ом году естественно ни о каком Ленине и Зиновьеве в шалаше речи быть не могло место Зиновьева в шалаше успешно занял Сталин который оказывается непрерывно ездил значит в разлив там чуть ли не каждый день когда он умудрялся это делать непонятно но торчал в этом значит шалаше с утра до вечера конфуз был в том что Емельянов дожил аж до 58-го года вот и в 32-ом году он выступил что-то брякнул в пользу Зиновьева его арестовали дали ему 10 лет лагерей потом он вернулся из лагерей и ему опять вернули эту пенсию да причем погибли дети Емельянова по крайней мере один его сын был расстрелян безусловно в 37-ом году вообще семья Емельянова пострадала так же как почти все старые большевики вот он сидел действительно его освободили реабилитировали там дали ему все мысли мы значит премии привилегии прочее прочее но значит выбить из него что в шалаше с Лениным значит торчал Сталин как-то так и не удалось значит а вообще эти визиты Сталина в шалаш это примерно как Брежнев на малой земле вот приблизительно из такой серии значит у каждого должна быть своя малая земля стоит указаться что Брежнев действительно был на малой земле а Сталин в шалаше абсолютно нет значит и вот какой-то художник действительно нарисовал картину в которой 30-е годы в которой в шалаше вместе с Лениным был Сталин и Корней Чуковский который эту картину видел это был 35-й год 36-й имел глупость сказать что же вы нарисовали все же знают что значит в шалаше с Лениным был Зиновер и самое удивительное что за эти слова тут же донесли я все это прочел в книге значит власти художественной интеллигенции самое удивительное что за эти слова Чуковского не посадили но он конечно тут же заткнулся понял какой глупости сморозил язык себя прикусил и больше на эту тему рот не откроет впервые о том что в шалаше был Зиновер посмел написать писатель Эммануил Казакевич была у него такая повесть называлась синяя тетрадь и вот в самое такое хрущевское значит время когда разоблачали пульт личности где-то в начале 60-х годов по-моему в 1963 году вышла эта самая синяя тетрадь и уж там конечно Казакевич постарался нарисовать самый несимпатичный образ Зиновьева Зиновьев то и слабак и боится простудиться Ленин не боится босиком там по траве бегает хоть бы хны а Зиновьев всего боится и Зиновьев то такой значит нежный и кожа то у него плохая и значит этот самый котелок то он удержать не может и он такой и он сякой а Ленин прям пионер но какой бы ни был Зиновьев не симпатичный но все таки в повести Казакевича сказано главное что он там был раз что он не шпион не террорист не агент гестапо не агент временного правительства и так далее и так далее вот эти два колушка Казакевич в шестьдесят третьем году успел забить после того как Хрущева сняли опять кто там был в разливе опять осталась тайной истории покрытой мраком и окончательно картина разлива стала ясной только уже в перестройку к концу восьмидесятых годов когда году эдак в восемьдесят восьмом или восемьдесят девятом наконец-то Каменева и Зиновьева реабилитировали и наконец выяснилось что они не шпионы не террористы не сыпали толченое стекло не убили Кирова не планировали убить Сталина это кстати за это заодно их надо было бы действительно обвинить и расстрелять но это уж как говорится вот так что вот такая вот история с этим разливом да естественно самая каноничная картина я выведу на экран это Соколова ноубандян не рисовал картину ноубандян бесконечно Сталина рисовал там вот так вот что любопытно в этой картине что Ленин там сидит на пеньке и что-то пишет он там один там шалаш ну сток сена а горит котелок на костре но очевидно что если Ленин сидит и втыкает в свои записи то кто-то должен заниматься котелком как бы этого кого-то как бы нету таким образом Соколов как бы просто срезал кадр странно что его не обвинили в троцкистской зиновьевской в участии троцкистской зиновьевской организации потому что ну понятно же что костер как-то сам собою ну существовать не может потому что Ленин вот где-то там сбоку сидит и что-то пишет а сюжетов где Ленин находится в разливе аж со Сталином это картина Розина Петра Ленин и Сталин в разливе почему-то в картине да на этой картине есть еще мальчик но кто этот мальчик откуда этот мальчик вообще абсолютно это наверное Яша Джугашвили наверное мальчик это наверное Яша Джугашвили я так думаю хотя он тогда еще не родился но какое-то собственно говоря имеет значение если вдуматься да и самое нелепое во всех этих картинах что Ленин там естественно такое ощущение как будто он вот с шестого съезда РСДРП прям вышел потому что он там в костюме при параде Сталин уже практически в своем вот этом френче то есть Сталин приезжает к Ленину в разлив прямиком с 37-го года после процесса дотканиниевого изъедовья в общем картины все эти это сам по себе какой-то пикапный жанр сюрреализма ну не может же Ленин сидеть в подштанниках это было бы по крайней мере странно так поэтому он конечно в галстуке и значит в знаменитом этом галстуке в горош вот кстати сказать еще вот любопытно значит телеграмма Керенского по поводу событий юльских событий так телеграмма Керенского с несомненностью выяснилось что беспорядки в Петрограде были организованы при участии германских агентов руководители и лица запятнавшиеся братской кровью преступлением против Родины и революции арестуются с несомненностью выяснилось что гражданин Керенский между прочим юрист который вначале был министр юстиции адвокат между прочим адвокат да соврамши соврамши не было этого не было этого доказано вот чего не было того не было тут уж извините но немножко гражданин Керенский переволновался и как говорится малость вот я смотрю книжку история гражданской войны и в ней так очень осторожненько написано сарай около станции разлив в котором скрывался В.И. Ленин после июльских дней и аккуратненько нарисован сарай а Ленин вовсе даже не нарисован то есть вопрос о Зиновьеве он отпадает я мы почему так много об этой комической в общем истории говорим потому что это же большевистская мифология вот так писалась история и пишется история с одной стороны значит доказано что это немецкие агенты ну просто доказано и все тут с несомненностью как он там выразился с несомненностью выяснилось выяснилось вот хотя абсолютно ничего не выяснилось с другой стороны значит вот разлив в котором сначала были Ленин и Зиновьев потом Ленин и Сталин потом один Ленин кстати странно что значит а вот кто был этот мальчик Брежнев естественно естественно это был Леонид Ильич ему было как раз одиннадцать лет и вполне естественно что сын рабочего Ильи Яковлевича Брежнева был послан большевистской организации из Каменки то есть Депридержинска впоследствии к Ленину и носил туда-сюда его значит записки лодку лодкой занимался на этой картине он там лодкой занимался ну лодкой занимался вот так вот так писалось и пишется история приплыл с малой земли нужно сказать да это была его первая самая малая земля да есть еще одна картина Пантелеймона Митюшева Ленин и Сталин в разливе там Ленина изобразили не при параде то есть там товарищ Сталин он уже приехал с семнадцатого съезда на машине времени потому что там товарищ Сталин выглядит так как товарищ Сталин выглядел тогда когда он уже стал вождем а Ленин сидит как какой-то зачуханный пенс то есть вот вообще картина типа ну так в тридцатые годы так всегда и рисовали Сталин мужественный красавец с роскошными черными усами а Ленин какой-то комический персонаж вот которого гениально сыграл артист значит Щукин вот этого Щукин между прочим сыграл замечательно именно потому что он угадал что надо в этот момент суетливый дедушка да 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 что надо в этот момент вождю с одной стороны надо конечно Ленин Ленин а с другой стороны он должен быть такой суетной смешной чудик а реально конечно все делает огромный значит красавец который все делает так вот и последнее по поводу значит июльских дней вот я хотел процитировать Дана Дан был как известно меньшевик злейший противник большевиков вот что сказал Дан будучи глубоко убежден что агентура германского генерального штаба примазывается ко всем движениям такого характера как движения 3 и 5 июля я в то же время никого из большевиков а уж тем более всю большевистскую партию никогда ни в какой форме не обвинял в германском шпионаже вот это честные слова политического противника большевиков кстати ту же самую позицию занимал Мартов которого считали самым честным из меньшевиков самым таким морально чистым по моему Плеханов тоже хотя уж Плеханов был ну абсолютно беспощадным противником большевиков так сказать на сто процентов то есть ни один из ответственных меньшевиков никогда таких обвинений во работе на немцев ну шпионаж это просто глупость что там шпионить что вообще можно было шпионить в России ну не шпионаж работа на немцев никто конечно в этом большевиков не обвинял да и главное пожалуй их алиби заключается в том что Ленин в эти дни дело всей своей жизни очень стремительно хоронил он сначала себя продемонстрировал как очень ответственный вождь который смотался хрен знает куда в самый ответственный момент потом он продемонстрировал себя как решительный вождь который ни туда ни сюда как бы потом он продемонстрировал себя как очень смелый вождь который просто собирая портки побежал в разлив в общем Ленин это звездный час вот Ленина в кавычках в том смысле что хуже хуже водки лучше нет вот хуже Ленина как бы в этой ситуации едва ли кто-то мог поступить тут я при всех своих вечных апологет апологетических высказываниях в адрес Владимира Ильича спорить не буду действительно ну единственное что я могу сказать его оправдание что свалилось это все действительно неожиданно что угадать что выйдет первый пулеметный полк что на пустейшем вообще ни на каком месте там же никакой причины не было никакого пола ничего не было вдруг сбесились эти пулеметчики какая муха ЦЦ их покусала что их понесло это угадать было абсолютно невозможно поэтому претензия что в этот момент значит Ленин просто не знал ну естественно не знал так можно и претензию предъявлять что он и февральскую революцию прошляпил ну так сидел человек в Цурихе откуда он мог угадать что именно в этот момент сбесятся эти пулеметчики но этого не мог никто и они сами этого за пять минут еще не знали ну вот какая-то муха их укусила а нарциссы а вся эта пуча понятно что если это закончилось столкновением с жертвами то просто так разгром левой организации в семнадцатом году наверное люди с оружием просто так не спустят на тормозах потому что до этого гораздо был мельче повод это господи это что-то брякнул беляков не до чего столкновение сейчас разграбили какую-никакую большую левую организацию и в этот момент Ленин что делает все вот Михаил Сергеевич Ленин ну левая организация это вы имеете ввиду чтобы слушатели поняли это анархисты которые жили на даче дурного и с этой дачи их вытурили и в ответ на это значит матросы да такое дело было но тут надо смотреть буквально как говорится по часам в момент когда громили анархистов где в этот момент находился Ленин был ли он в Петрограде или был он на даче Бонжбуревич тут трудно это надо устанавливать просто как говорится с секундомером кто где был поэтому я бы сказал что то что он прошляпил начало этих событий это довольно нормально приехал в Петроград вызвали его в Петроград приехал да ситуация была тяжелая и сориентироваться в ней было действительно практически это действительно вы правы это Цуксванг возглавить очевидно нелепую рыхлую анархическую и очень трусливую толпу трусливую почему потому что эта толпа сама начала палить неизвестно зачем в казаков но как только начались встречные выстрелы просто разбежались эти самые пулеметчики которые несли лозунги пусть буржуазия погибнет от наших пулеметов разбежались в одну секунду со своими лозунгами значит возглавить эту толпу это безумие умыть руки и сказать что надо сохранить спокойствие и так далее и так далее это тоже безумие потому что это перечеркнет все что вы делали до этого ситуация очень тяжелая цуксванг и в общем я бы сказал что в ситуации цуксванга большевики между струйками постарались пробежать относительно прилично то есть они с одной стороны солдат возглавили как бы возглавили хотя реально никто их не возглавлял эта масса текла сама собой но были вместе с ними вот как Ахматова так я тогда была с моим народом там где мой народ к несчастью был да они были со своим народом там где народ к несчастью скажем так в этой ситуации цуксванга они сыграли ну на четверку с минусом а лучше в этой ситуации не сыграешь а вот что касается драпа в разлив да это конечно ситуация непростая во-первых удрав в разлив ленин в глазах обычного простого обывателя подтвердил все обвинения в свой адрес но это простая однозначная картинка тебя обвиняют что ты шпион и ты удрал ну так значит ты шпион ты признался с другой стороны конечно был шанс что если он явится на суд то дело может обернуться по-всякому допустим честные судьи там его бы не засудили но кто мешал его линчевать по дороге в суд кто мешал его линчевать при выходе из суда именно так линчевали Карл Алипкнефтай и Розу Люксембург через полтора года я тут добавлю что вот на открытии шестого съезда сталин ручной усатик сталин прокомментировал положение Ленина словами юнки рады тюрьмы не довезут убьют по дороге то есть ну это вполне возможно было конечно это конечно было вполне возможно но если ответственный работник так сказать которая уже на коротком поводке у Ленина он уже не бухтит он уже отрекся вот от каменева и он стоит твердо на ленинских позициях если он начинает с того что он пытается отмыть вот авторитет своего вождя в глазах как бы своих однопартийцев это говорит о много о том что дело коммунистов как бы Ленин очень сильно подкосил нет конечно авторитета ему это мягко говоря не добавила ни вне партии ни внутри партии вне всякого сомнения поэтому в этом смысле я с критикой которую вы высказываете в общем скорее соглашусь но я на эту критику могу ответить только то что я говорил в самом начале любые глупости любые ошибки любые проявления трусости перекрываются одним единственным ты сумел создать такой инструмент который поворачивает извините за пафос колесо истории у тебя в руках есть вот как стругацкие там писали ум клайдет волшебная палочка и ты эту волшебную палочку уже не по наследству получил ты ее создал сам ты удрал ты смылся в разлив тебя нет на съезде но ведь на этом самом шестом съезде не случился бунт против Ленина его не только выбрали в ЦК делегаты съезда который проходил в его отсутствие при его бегстве и так далее и так далее однозначно признавали его и только его лидером своей партии вот когда ты удрал подставил своих между прочим потому что если удрав ты свое имя испачкал ты одновременно скомпрометировал всю партию ясное дело что тень он от твоего героического бегства ложится на всю партию и эта самая партия в этот момент не раскалывается не откалывается от тебя не критикует тебя а наоборот воспринимает продолжает стоять на том что ты их единый неделимый вождь это конечно я считаю высшее достижение политика создать такую группу фанатов ну вот представьте что завтра появятся документы однозначно изобличающие что в то время как я вот выступаю я получаю расписки из администрации президента Кириенко мне за каждое выступление платят там ну ладно не буду себя слишком рекламировать но по пятьдесят тысяч рублей за каждое выступление получает Киренко по пятьдесят тысяч рублей и в этот момент вот все слушатели нашей программы объединятся и скажут не верим по-прежнему держим его сторону по-прежнему считаем его светочем истины настоящим гением двадцать первого века великим публицистом великим оратором великим философом и вообще великим и любимым ну что Кириенко мне на это скажет скажет ну до сих пор я платил тебе по пятьдесят тысяч теперь буду платить по пятьсот поскольку цены тебе нет ты действительно великий и гениальный публицист вот что есть высшее доказать высшее свидетельство силы политик создать партию которая не ломается между прочим надо иметь ввиду что нацистская партия после путча сильно затрещала очень сильно а когда после пивного путча иметь ввиду двадцать третьего года после двадцать третьего года она сильно затрещала значит аром удрал в Боливию некоторые лидеры отошли переругались все между собой и Гитлер несколько лет с огромным трудом склеивал осколки этой партии потому что они там рассобачились рассобачились по первому по первому сорту Штрассер так и остался непримиримым оппозиционер но авторитет Гитлера из тюрьмы Ландсберг вот по сути из тюрьмы Ландсберг стартовал наверх его спасло то что он имел дело с полными мудаками конечно и выступая на суде зная что ему в общем ничего не грозит произносил пламенные речи которые произвели огромное впечатление особенно на тех значит баб которые его финансировали но авторитет то вырос а партия разодралась так что мое почтение они там значит ну это можно отдельно описывать как именно переругалась нацистская партия в середине двадцатых годов хотя партия была тоже не хухры-мухры настоящая террористическая организация а вот в том то и дело что та партия НСДАП она состояла из таких людей как Эрнст Рен а среди большевиков кто Раскольников что ли выскочит из-под каблука кто там там некому там Сталин ручной это не Сталин тридцатых годов а ты его сделай ручным это же фокус сделай ручным ну тогда Каменев пожалуйста ближайший кандидат был Каменев Каменев мог сказать на шестом съезде товарищи дорогие конечно Ленин не шпион что-то обсуждать естественно это понятно но наломал дров наломал я говорил не надо говорил не надо я отговаривал отговаривал взял авантеористическую линию взял авантеористическую линию ну и куда он нас привел с этой авантеористической линией Собираемся чуть не в подполье, то есть не чуть, а просто в подполье, как в царские времена. Умная политика, глупая политика. Мог это Каменев сказать? Легко. Если бы это Каменев мог сказать бы, его бы Сталин не уничтожил бы легко вместе с Зиновьевым. Такая партия была, из таких людей состояла. А вот ты, правильно, а вот ты из таких людей собери партию, и чтобы эти люди, которые по отдельности ничего из себя не представляют, вместе, как там, партия, рука, миллионопалая, сжатая в один громящий кулак. Это, значит, Владимир Владимирович, так? Если в партию сгрудились малые, замри враг, что-то такое, и ляг. Партия, рука, миллионопалая, сжатая в один громящий кулак. Вот это и есть талант политика. На митингах горло драть, это, конечно, хорошо. Кстати, главное событие шестого съезда-то вы забыли. Ну, давайте отдельно про шестой съезд, коротенечко, о том уже очень долго. Да, главным, собственно... Давайте, во-первых, когда он был, этот съезд? Когда, где, чего? 26 июля, с 26 июля по 3 августа он был. Дело в том, что это тот самый момент, когда Лев Троцкий окончательно переходит на позиции большевиков. Надо понимать, что в тот момент Лев Троцкий стоит не дешевле, чем вся эта шайка-лейка под названием партия большевиков. Потому что Троцкий все-таки авторитетный человек. И он решил, грубо говоря... Но он тогда еще не был председателем Петроградского совета. Нет, но он все-таки был председателем Петербургского совета пятого года. Был уже или нет? Нет, еще тогда и не был, конечно. Вот, вот и дело, что нет. Но его-то все-таки помнят с пятого года еще. В пятом году был, да. В пятом году был. А в семнадцатом он еще не был председателем Петроградского совета. Но стоил, в общем, Зиновьев не... Не Зиновьев, Троцкий. Ой, Троцкий не намного дешевле, чем вся эта гоп-компания под названием партия большевиков. Итак, был избран почетный президиум съезда. Это Владимир Ильич Ульянов-Ленин, Григорий Евсеевич Зиновьев, Троцкий, Каменев, Колонтай, Луначарский. Был избран президиум съезда. Это такие известные деятели, как Ольминский, Юринев, Опаков, Ломов, Сталин и Свердлов. Вообще, тон и настроение на этом съезде задавал Яков Михайлович Свердлов, Иосиф Иосиф Иосифович Сталин. Основной доклад читал такой партийный деятель Ивар Теннисович Смилга. Также очень так ярко вышли... А разве не Сталин делал доклад? Я, честно говоря, думал, что... Доклад ЦК, три докладчика было. Это Свердлов, Сталин и Смилга. Были отчеты с мест, решались там оргвопросы, Арджинитидзе выступал на этом съезде. Остальные деятели, такие там, как Скрипник, Глебов-Авилов, Харитонов, они уже известны, конечно, меньше, но они тоже на этом съезде выступали. В общем, на самом деле, партия большевиков, это единственный был позитив для нее, что Троцкий перешел окончательно на их сторону. Потому что... Его прямо на съезде приняли в партию? Ну, его на съезде избрали уже в президиум, то есть приняли его, скорее всего, чисто организационно, немножко раньше. Потому что, ну, выглядело бы это, наверное, диковато, что человек сразу залетел в президиум, не успев вступить в партию. Но не важно, важно что. А, нет, вот как было. Съезд принял в партию группу межрайонцев во главе с Троцким. Эта группа была создана в 13-м году. Ходили в нее, кроме Троцкого, Луначарский, Урицкий, Володарский и Йоффе Александр Адольфович. Это был ближайший к Троцкому человек. Мы еще о его судьбе, я надеюсь, будем иметь случай поговорить. Кстати, незаурядная довольно личность, в отличие вот там Володарского или Урицкого. Йоффе был человек интересный. Ну, вообще, в Центральный комитет там очень много известных в будущем избрались. То есть, тот же Урицкий, Милютин, Артем, это псевдоним Федора Сергеева, чьего сына усыновил аж сам Сталин. Это Кристинский, такой очень яркий международный деятель. Бухарин, естественно. Бухарин, да, Муранов, Сокольников, Шаумян, который известен по истории с 26 бакинскими комиссарами, Берзин, это такой военный деятель. Так что вы зря, что это была такая уж серая масса. Нет, это была совсем не серая масса. Это были, конечно, люди, не бог... Ну, то есть, я бы сказал так, по сравнению с Лениным, они выглядели каш-слабо. Но, в общем, это были вполне... Многие волевые, действительно. Вот, организаторы неплохие. Ну, некоторые образованные были, допустим, Бухарин. Каш-образование такое своеобразное несколько, но... По крайней мере, назвать их не очень. Ну, там разные были. Вот, Артем, тот известен как хороший волевой организатор. Но, конечно, образованным, так сказать, марксистом он не был. Ну, Бухарчик, человек известный, тут тоже отдельно мы о нем поговорим. Йоффе, интересный человек, он из купеческой семьи, богатая купеческая семья из Крыма. Вот, он был всегда, значит, ближайшим к Троцкому человеку. Ну, давайте я уж тогда о нем расскажу пару слов. Значит, Йоффе был ближайшим к Троцкому человеком. Он никогда не был большевиком, всегда шел за Троцким. Но после того, как организация межрайонцев вступила в большевистскую партию, он тоже вступил. Вот, он был послом, первым послом РСФСР, ну, то есть Советской России, в Германии. После, значит, Брестка, он был членом делегации, которая подписала Брестский мир. И в 1918 году он был послом Советской России в Германии. Занимался там никаким он, конечно, не дипломатическим делом и никакой не посольской работой, а занимался именно тем, что давал деньги, советские деньги, на немецкую революцию. Разжигал по мере сил немецкую революцию. Это отдельный вопрос, насколько велика была роль большевиков в том, что в Германии в 1918 году произошла революция. Я думаю, не очень велика. Но некоторую роль, конечно, тоже большевики сыграли. По крайней мере, у них, у большевиков, у посольства советского, были контакты с группой «Спартак», которую возглавлял Карл Липкнехт, самый выдающийся европейский левый социал-демократ. Вот, потом Йоффа, значит, много лет был на дипломатической работе. Он с самого начала примкнул к Троцкому, с самого начала был в троцкистской оппозиции, так называемой. Был он послом в Японии, был он послом в Австрии и в какой-то из этих стран, не помню, в какой, кажется, в Японии, он заболел. Вот я, честно говоря, не знаю, какая это была болезнь, инфекционная какая-то. Но очень тяжелая и очень мучительная. А конец Йоффа был очень печальный. Он, значит, просил ЦК дать ему денег уехать лечиться за границу. Там вроде не факт, что это могли вылечить, но какие-то шансы были. ЦК ему в этом категорически отказал. Что было особенно подло, если учесть, сколько денег тот же самый Йоффа, который, повторяю, был из довольно богатой купеческой семьи, сколько денег он передал на большевистскую партию. К тому же большевики, не только большевики, но и писатели разные, спецы, постоянно ездили лечиться в Европу и на это деньги находились. А Йоффа, как оппозиционеру, троцкисту денег не дали. И он покончил с собой, застрелился в 1927 году. Застрелился он, по-видимому, все-таки не по политическим мотивам, а потому, что просто был в тяжелом, очень физическом состоянии. Человек, он был совсем не старый. Было ему где-то меньше 50 лет, насколько я понимаю. Сейчас посмотрим. Да, я думаю, что... Да. Какие 50? Ну да, 44 года ему было. 44 года. Вот, он застрелился, значит, семья его была репрессирована. Да, и перед смертью он написал письмо Троцкому, что вы всегда были правы в общеполитических вопросах. Они хотя были ближайшие друзья, но были на вы почему-то. Вы всегда были правы в общеполитических вопросах, но вы слишком робко. Вы отстаивали свою правоту. У вас никогда не хватало решительности окончательно, значит, прямо выступить против партийной бюрократии. Вот, значит, Троцкий выступал на его похоронах. По-моему, его похоронили, если я не ошибаюсь, на Новодевичьем. Ну, естественно, в 30-е годы, если он был на Новодевичьем, могилы сравнялись с землей. Это, само собой, понятно. И Троцкий сказал, что подражайте этому борцу и революционеру в его жизни, но не подражайте в его смерти. То есть, тоже глупая фраза, но что, если человек плохо, он застрелится не может. Вот, значит, в партии это самоубийство встретили, естественно, издевками, насмешками, гоготом и так далее. Семья его была репрессирована. Дочь, она была тоже активная троцкистка. Она была репрессирована, провела в лагерях там 20 лет, но она выжила. Она дожила до 80-х годов. И она умерла в Соединенных Штатах. Она уехала в Америку, и перед смертью она опубликовала довольно интересные воспоминания о своей жизни, о своем отце. Я не помню, честно говоря, у нее тоже была семья, и тоже, конечно, она вышла замуж за большевика. И тоже, естественно, за троцкиста. То есть, это вот такие идейные, абсолютно идейные, твердокаменные, идейно-твердокаменные большевики. Вот такая семья. До 99-го года она дожила. Нифига себе. Ну, значит, ей было уж хорошо за 90-х. И 92-го года. Вообще, 92-го года было. Я бы хотел подытожить на чем? На том, что вот этот переход Троцкого в партию большевиков, он позволял вывести большевиков из главного стратегического тупика, куда их, в общем-то, завел Ленин. Ленин пытался передать власть съезду, который эту власть получить не хотел. Нет, тут я с вами не согласен. Я думаю, что он меньше всего думал передать. Кому бы то ни было, передать власть, да что вы, да никогда в жизни. Нет, во всяком случае, механика такая была. Ну, механика. Да, и будущим архитектором Октябрьского переворота будет именно он, что вот слово передать означало военно-революционный комитет. Слово съезд означало большевизированный съезд. Вот. Это первый момент. Второй важный момент, что из этого главные политические дивиденды извлекли Александр Федорович Керенский, который подавил это восстание. И это помогло ему, Керенскому, заесть отвратительное ощущение, у всех во рту было омерзительное ощущение, что он начал наступление, не подготовил, полностью провалил. И это июньское наступление на фронте, и это стало его поражением. Но одержав, хотя крохотную, хотя символическую, но победу в тылу, он ощущение от своего глубочайшего поражения на фронте сумел перебить. Да. И тут же он выдвигает Лавра Корнилова на должность верховного главнокомандующего. И тут Корнилов показывает свою замечательную особенность. Он говорит, что я готов принять пост верховного главнокомандующего только при условии, что отвечать я буду перед своей совестью и Господом Богом. То есть не перед кем. Но Керенскому это не смущает, потому что Керенскому, как ему кажется, у него есть ключик Корнилову. Этот ключик называется Борис Саленков, который, с одной стороны, социалист, то есть брат Керенского по социалистическому, по эсеровской партии. С другой стороны, это очень правый социалист, это сторонник порядка. И власть фактически переходит к триумвирату. Это к премьер-министру Керенскому, управляющему военным министерством по существу министру обороны Борису Саленкову и к верховному главнокомандующему Корнилова. Именно они будут определять судьбу войны, фронта, тыла в период с августа по октябрь 1917 года. О них мы в следующий раз и будем говорить. Ну, я думаю, что при таком раскладе, в общем, более-менее не нужно никакое заключительное слово. Единственное, что я могу сказать, что вся эта история, она, конечно, очень поучительная. Вот это есть такое выражение «бой со слепым в подвале». Это есть история. Довольно хаотические движения, довольно хаотические броуновские движения, но сквозь этот хаос все-таки прослеживаются общие тенденции, общие векторы, общие линии. Вот эти тенденции 1917 года, нарастающая хаотизация, нарастающий распад всех систем. И здесь интересно две встречные тенденции. Тенденция Ленина, чем хуже, тем лучше, быстрее, быстрее, быстрее довести дело до полного краха. Да, не удалось в июле, да, примкнули к дурацкому движению, да. Да, но тем не менее, я верю, я ставлю на распад, я ставлю на центробежные силы. Стремительные или центробежные? Которые от центра, это центробежные. Стремятся к центру или бегут. Да, я ставлю на центробежные силы, я ставлю на распад пазла. До основания, а затем. Вот моя стратегия. Стратегический ход на распад пазла. Практический инструмент. Единая и неделимая партия, которая мне подчиняется. И встречная идея Керенского-Корнилова. Мы сможем остановить на полпути падающий лифт. До распад, до дисперсия, до центробежные силы. Но до определенного момента лифт не врежется в фундамент. Мы его остановим. Мы его удержим, он зависнет, а потом пойдет вверх. Общая историческая тенденция, поражение немцев неизбежная, победа Антанты. Собственно говоря, дождаться, устоять до победы. День простоять, до ночь продержаться. Да, эту победу одержим не мы. Ее одержат на Западном фронте союзники. Но это не важно. Главное, чтобы мы оставались союзниками. Вот две стратегические линии. Две ставки. При этом, значит, если у Ленина инструмент, это моя партия, партия это я. Вот уж действительно, есть Ленин, есть партия. Нет Ленина, нет партии. Значит, то у Керенского государство. Да, развалившееся. Да, такое. Да, сякое. Но другого-то нет? Нет. Армия. Пусть она в полураспаде, пусть она в таком-сяком виде. Но Керенский, Корнилов соберет какие-то остатки этой армии. Корнилов сможет их сгруппировать. Черт с ним, пусть там будут женские батальоны, пусть там будут инкера, пусть там будет любая шалупонь. Лишь бы додержаться. Счет идет на месяцы. Сколько Германия может еще существовать? Дни Германии, месяцы Германии сочтены. Вот две стратегические линии. Тем более, что в войну вступили Соединенные Штаты раз. А когда Америка вступила? С апреля. В апреле 17-го. В реальности они действуют, естественно, с лета 17-го. А это не важно. Главное, что такая гигантская, чудовищная машина, как Америка. Второй момент. Все ждут правого поворота. То есть революция зашла предельно влево, когда самыми правыми являются кадеты. Но революция просто не может развернуться вправо, потому что те преобразования и те проблемы, которые она ставит, эти проблемы не решаются. Но революция застывает вот в этом положении статуса КВО на Керенском, Корнилове и Савенкове. Большевиков не существует в какой-то определенный момент. Анархистов нет. Меньшевики не представляют собой самостоятельные силы. Они все-таки действуют вместе с временным правительством и поддерживают его. И в общем у Александра Федоровича тяжелое положение, но есть полный карт-бланш. Вот это я и говорю. Вот это вот, как всегда в истории, подвешенная ситуация. Маятник дошел до той точки влево, откуда он поедет назад. Неизбежно поедет назад. Это прогноз Керенского. Маятник и не думает дойти до самой левой точки, он будет двигаться еще гораздо левее. Такова объективная логика Маятника. Это расчет Ленина. Два расчета, два видения России. Ну и в двух словах, в разливе делать-то ему было нечего. И он там навалял книжку под названием «Государство и революция». Кстати, вот повесть Казакевича «Синяя тетрадь», она так называется, потому что это книжка «Государство и революция». Написана она была от руки. Кстати, по памяти, там цитаты Маркса всякие, это Ленин по памяти приводил. А оболочка, обертка у тетради была синего цвета. Соответственно, вот синяя тетрадь. Ну, в двух словах, значит, это долго рассказывать не о чем. Это утопическая концепция идеального государства, значит, где не будет, собственно, государства без государства. Не будет бюрократии, не будет полиции, не будет того, не будет всего. Чего не хватишься, ничего нет. Нет, значит, чиновников избирает народ, там, значит, зарплата чиновника не больше зарплаты рабочего, ну и прочее, сон Веры Пауна. Но отличие Ленина от Веры Пауна заключается в том, что она только видела сны, а он, кроме снов, знал еще и, что такое снотворное. И там, между прочим, говорится, да, конечно, все это будет, но будет еще и переходный период. Такой маленький, симпатичный переходный период. И во время этого маленького переходного периода вся власть будет принадлежать, будет определяться словами диктатура пролетариата. Вот чуть-чуть потерпите, больно не будет. 72 года. Таблеточка, принятое, заснете, сон Веры Пауны, идеальное государственное устройство, никакого государства, никаких чиновников, никакой полиции. На таблетке написано стряхнин, господи, ну мало ли что пишут дураки-аптекари на таблетках. На самом деле это легкое, приятное, снотворное. Верьте мне, я слов на ветер не бросаю. Примите этот стряхнин и будете спать приятным, легким, очень симпатичным сном. Насколько я понимаю Владимира Ильича, к снам он был совершенно не расположен. Ему надо было объяснить и оправдать то, что он ясно видел. Что мы идем к установлению нашей диктатуры. Но диктатура не корости ради, а токма снов Веры Павловны для. Вот, собственно говоря, в чем сверхценность этой книжки. Это был рассказ для полезных идиотов, каковыми Ленин всю жизнь считал практически всех окружающих и очень, очень мало в этом ошибался. Очень близок был к реальности. Это был рассказ для полезных идиотов о том, что им надо чуть-чуть самую малость потерпеть под этой самой диктатурой пролетариата, а после нее будет диалектический скачок, и мы перелетим на орбиту, приятную во всех отношениях. Вот, он эту книжку написал, если бы не разлив, наверное, некогда было бы писать, но вот в разливе такая возможность представилась. отдал ее тому самому Каменеву, между прочим, который в разлив ездил, вот, и даже сказал ему якобы исторические слова, или записку написал, если меня укокошат, издайте эту книжку сразу после моей смерти, но его не укокошили, и книжку благополучнейшим образом издали сразу после победы Великой Октябрьской Социалистической Революции. А мы дальше будем говорить о том, в какие места посылала Владимира Ильича Вера Павловна в своих снах. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, слушайте подкасты, большое спасибо тем, кто распространяет видео, делает репост, большое спасибо всем, кто жертвует на развитие канала, мы двигаемся дальше, революция не заканчивается, она продолжается. Спасибо вам, Леонид Александрович, спасибо. Спасибо всем, кто досидел, героически досидел до этого момента, ну, бывает, революция штука долгая. Субтитры создавал DimaTorzok